Друзья, у нас на канале горит свеча, в руках у меня хвоя, есть горшок черный, есть крафт, хорошее настроение. Что еще нужно для нового выпуска розы от Сережи? Ну что ж, сегодня у нас, господа, будет необычная композиция, но довольно-таки актуальная. Хотя, судя по моим просмотрам, зимние композиции пока не пользуются особым успехом. Может быть вы мне подскажете почему, может быть еще рановато, а может и в самый раз, просто букеты поболее вам заходят. Не знаю, не знаю, это загадка, это одна из загадок вселенной, поэтому разбираться здесь сломаешь голову. Поэтому давайте не будем разбираться, а перейдем уже непосредственно к композиции. Как вы видите, мы здесь немножко задекорировали наш черный колпак. И сейчас будем технически подготавливать всякую штуку. Вам это не интересно смотреть, поэтому я отключаюсь, извините. Но перед тем, как отключусь, хочу порекомендовать вам подписаться на канал Розы от Сережи. Обязательно поставить лайк и нажать на колокольчик. И тогда у вас будет счастье, а у меня начнется монетизация. О которой мечтает Кисонька, чтобы с первой монетизации получить в подарок платьишко. Это вы все тоже увидите на канале, поэтому чем больше вы подписываетесь, тем быстрее вы увидите серию, которая будет называться... Не знаю, как она будет монетизаться, но это все мы узнаем позже. Кисонька, ты замерла? Ты что? Потому что я жду, когда губка намочится. А, я думал, ты... Ты что собирался выключать по техническому? Все, техническую выключаю, просто немножко заговорился. Не всегда я такой разговорчивый, друзья, поэтому не это самое. Все, друзья, игривое настроение, больше никаких лишних слов, все по делу. И вообще я, наверное, установлю, а то там многие говорят, что я хожу туда-сюда, ничего не видно. Сейчас я вас поставлю и будете вы у меня стоять и смотреть. Так, вытягиваем. Это я не про композицию, это я про свои приспособления. Извините, сейчас немножко будет дергаться все. Но вы все прекрасно видите, поэтому это не помеха. Вот, еще дернулась немножко, но все уже, уже точно не будет дергаться. Ну все-таки, Сынка, говори. Ну, что мне сказать? Говори, что делаешь. На данный момент я его сделаю так, чтобы губка не проваливалась в кашков наше приготовленное. Так, ну, вроде, с нормой. Кстати, вот эти штучки, если я выбрасываю, так просто... Можно я, можно я. Задекорировать, чтобы они не прыгали. Мя-а-а, как это приятно. Так, я пошла в кашки. Делали когда-нибудь так, друзья? Еще чуть-чуть. Чтобы заполнить паузу. Что нам надо? Нам надо ель, Нобелис. У меня еще очень классная есть вот такая вот. Она очень круто пахнет лимоном. Так, мы ее возьмем. Ты здесь уже показываешь, поэтому я немного вами подвигаю, друзья. Так, еще у нас есть там можжевельничек, да? А подожди, так у нас же будет называться Нобелис. Нет, нам не только Нобелис. А, это я думал, что мы венок снимаем. Это ж не венок, реально. Это же композиция в кашпо. А не много у нас всего этого будет? Что-что? Немного. Вот эти все ветки влезут туда. Нет, смотрите, это не так, что я все их буду использовать. Я буду часть использовать. Просто на данный момент я беру веточки, которые мне нравятся. Буду смотреть, что буду использовать, потому что я не буду использовать. Так, ну что, начинаем? Начнем. Сначала мы придумаем форму нашей композиции, а холодильник не закрыла беда. Так. Сера раскидистая будет? Да, я люблю раскидистая, поэтому давай. Гуляй рванина называется. Кстати, я весь день со свечой сижу, мне так нравится. Да, понимаю. А как вы проводите ваше время, друзья, вечерочком? Зимним. Зимним? Еще не зимний, еще осенний. Ты знаешь, уже для меня как-то и зима больше. Зима, да. Ты посмотри, мы уже с тобой сделали. Вот, елочку только надо поставить. Кстати, совсем забыл про нашу постоянную рубрику, чтение комментариев. Я всегда их боюсь. А что ты боишься? Тогда такие жесткие комментарии почистаешь. Тогда давай что-нибудь пожестче. Не, ну я буду то, что по очереди, да и все. Ольга Оревхева пишет. Сережа, с юмором. Ага, не ожидала такой жесткости. Юмор, у вас сколько? Спасибо, Ольга. Надеюсь, вы тоже с юморком. Сирена Короли пишет. Проуд произносится как прауд. По-английски гордость. А, это про сегодняшнее видео, где я, да, я вас понял, я вас понял. Сирена, прошу прощения за мой ужасный английский, но ставлю вам лайк за комментарий. Ирина Полупанов пишет. Голландия красота. Да, все, я на Голландии. Наталья Малкова пишет нам. Не перестаю вами восхищаться. Смотреть вас одно удовольствие. Опачки. Спасибо. Спасибо. Наконец-то Кисонька начала отвечать на комментарии. А то все, я да я. О, у тебя уже тут вырисовывается. Спасибо, Наталья. Ставлю вам лайк. Ольга Корниенко пишет. Самое мое любимое занятие распаковка была. Потом что-то не работаю уже. Возраст. Так и работайте для себя, Ольга. Не обязательно на кого-то работать. Если вам нравится, закажите себе пачку роз и откройте ее, снимите на камеру и пришлите мне на электронный ящик. Ага. Ну ничего, знаешь, сколько пачка роз стоит? Да? Ну не знаю. Я ж не знаю, сколько она стоит даже. Спасибо, Ольга, вам за ваш комментарий. Ставлю вам лайк. Так, продолжим. Друзья, прошу прощения. Просто закончилась память на наших мобильных устройствах и запись прервалась. Ну а мы продолжим. Комментариев чуть-чуть почитали. Давайте теперь нам Ирина Федоровна что-нибудь расскажет. Так, кстати, показать. Если кто не знает, когда хотите разместить, допустим, хвойную елочку, веточку, лучше всего очистить от иголок и сразу спецчинить. Полезная информация. Некоторые школы берут за это деньги флористические. Кисонька сейчас нам раскрыла абсолютно бесплатно данный секрет. Что-нибудь еще? Какие еще секреты есть? Пока никакие. А цветы будут вообще здесь? Нет? Без цветов? Да, мы делаем чисто новогоднюю. Нет, цветы сюда добавлять на данный момент не буду, но вообще можно. А сейчас я не хочу добавлять. Нет, не хочу. То есть ты реально думаешь, что без цветов она будет? А можно я добавлю цветов? Нет, я сюда буду шишки добавлять. Потому что делаем новогоднюю цвет. Шишки? Да. А у тебя шишки есть даже? А где ты их взяла? Ты же мне их привез. Ну, зачем опять палишь контору? Ну, в смысле, вообще, где ты их взяла? Ты же видела. Кедровые шишки. Помнишь, где мы с тобой нашли? Ну, я-то помню. Ну, ты-то расскажи, где мы их нашли. Я как-то гуляла с Маком. Это наша собака. Летом. И увидела огромную кучу этих кедровых веточек. Там были шишки. Я вначале не поверила, что это кедры, но потом подошла поближе, взяла шишку. А там были орешки кедровые. Я даже их съела. Короче, почистила орешки, убрала, а шишки себе забрала. И, кстати, посадила пару кедровых деревьев. Даже так? А где они растут? Кошочки. Маленькие. Такусенькие. А принялись? Да, они все принялись. Оказывается, чтобы я еще проверяла, смотрела, искала в интернете, какие целые орешки, какие не целые. Там надо было воду и бросать, короче. Кстати, покажу эту шишку. Но я была безумно довольна своей на фотке, потому что, на самом деле, у нас где их можно найти? Я не знаю вообще, как у нас кедровый орех вырос. Кто шарит, поймет, что это кедровая шишка. Это же орешки где-то. А ну-ка дай-ка мне эту шишку. Я просто так тщательно все выбирала и ела. Очень вкусные были орешки. Нет, не видно. Я, наверное, хорошо пробую. Шишка огонь, конечно. А, вот, 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 вот. Если кто не верит, сейчас покажу. По-любому тебе здесь никто не верит, Кисенька. Нет, Вера, тебе запятна на репутацию. О, о май гад, кедровый. Может грызть. Давайте, тогда ты продолжаешь, а сейчас на убому. Если он будет целый, потому что очень много пустых было. Итак. Пустой? Пустой, друзья. Пустой. Ну, вот, там очень много орешков было, но немного пустых. Это очень сильно пахнет. Ну, разве не находка? Неужели хоть один флорист прошел бы мимо веток, которые были усыпаны кедровыми шишками? То есть, если ты хочешь сказать, что если кто-то прошел мимо, то это, то он не флорист? Ну, конечно. Кому надо были. Я не знаю, сколько они там лежали. Нет, но видно было, что их недавно подстригли. Кстати. То есть, настоящий флорист постоянно тянет себе что-то, то, что видит на улице? Да, конечно. Так вот, я корягу достала. Ой-ой-ой. А вот эти шишки? Мы будем еще и таким украшать. А эти шишки? А эти шишки? Короче, я назову сегодняшняя вила шишка. Смотри. Ветки вот такие. Это... Так, как же она называется? Серый, я постоянно говорю и забываю. С пенисом что-то связано. Пинус. 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 А вот пенуса шишки такие огромные. Пенуса шишки. Кручей их очень много. Это то же самое. А, это то же самое. Понятно. Ну что? По шишкам проехались. Давай теперь дальше. Давай посмотрим. Ты знаешь, я взяла Нобелес. У меня чего-то так и вовсе не хочется сюда добавлять. Он такой зелененький. Ну ладно, мы немножечко для... Ну, я хотел назвать видео что-то с Нобелесом связанное, а в итоге говорит, давай не будем добавлять сюда Нобелес. Добавим немножко. Добавим, да? Ну конечно добавим. По текстуре, по цвету, в любом не смотреться. Ну, поинтереснее. Я бы сюда еще цветов добавил бы. Нет, кстати, у нас не будут. У нас там шишки. Может и хлопок еще добавим. Посмотрите. Хлопок? О, хлопок я люблю. Это моя любимая. Баловна. Безумно. Еще раз говорю, безумно красиво. Получается композиции венки, если хвойные разных видов. Когда вот и голубой, и такой сочная зелень. И немножко с таким напылением. Ну это очень классно. Здорово, да? Кому-то может нравиться просто Нобелес. Но я обожаю такой состав. Так что вообще. Так а что? Это еще пару веточек и что дальше будет? Ну все, буду украшать. А чем украшать? Шишками и хлопком? Угу. Прекрасно. Так, ну вот такая вот композиция у нас получилась. Вот. Очень классное решение. Если, допустим, нету красивого кашпо, можно либо покрасить. На данный момент у меня баллончика нету с собой. У меня он дома. Я на улице все это делаю. То есть можно было обычное пластмассовое кашпо покрасить в какой-нибудь красивый цвет. Там золото, серебро, белый. Либо можно крафтом завернуть. Но это получше, чем пластмасс. Вот так вот. Окей, Кисонька, давай. Перемещаемся. Так. Я обожаю работать с ветками. Всякими корягами, ветками. Поэтому мы сейчас возьмем веточку для планы. Вот здесь. Которую я специально припасла. Ова! Для этой композиции? Да. Друзья, кто еще любит работать с ветками? И есть ли флористы реально, которые за нами следят и которые тащат к себе различный природный материал? Или это все фейки от Кисоньки? Угу. Угу. И таких флористов не существует, кроме нее одной? Конечно, существует, Серый. Все нормальные флористы. Ну, ты же сразу же определила людей. То есть, если кто-то не тянет, то он не нормальный флорист или что? Ты знаешь, просто когда человек творческий, они во всем простом. Для тебя это кажется просто обычная коряга. А творческие люди во всем простом, обычном видят что-то необычное и интересное. Вот эти ветки, и помнишь, я уже присмотрела еще летом. Я понимала прекрасно, что я за ними приду и я их обязательно сорву. Потому что они безумно красивые. Эти еще так, а те, которые с самком были. А вот, видишь? Такие как решайники. Ох, у тебя. Угу. Оно придает просто... Мне очень нравится более натуральное, ближе к природе. Вот мне, допустим, нравится, когда вот эти ветки. Такие всякие закрученные, интересные. Помнишь, ко мне одна знакомая девочка? Боже мой, что это у тебя? Зачем? Один мужчина вообще говорил. Это же антисанитария. У вас же решайники. Серый. Почему ты разводишь тут антисанитарию? Да я могу здесь не только антисанитарию развести. Я здесь такого могу разнести, кисонька. Так, все, ладно. Ну и что, я сейчас медленно делаю, я никуда не спешу, я кайфую. Ну я вижу, конечно, у нас тут как бы сейчас видео будет часовое походу сегодня. И я буду грузить его еще полночи. А видео-то должно выйти ровно в определенное время. Ну я шучу, конечно. Ну ладно, кисонька, твори, не буду тебя отвлекать. Сколько будет, столько будет. Давай, давай, работай. А я пока дочитаю такие комментарии, раз такое длинное видео. Пройдусь уже по всем, чтобы не оставлять хвостов. Миловидова Наталья пишет, очень красивые букеты делает Ира. Спасибо. Спасибо. Наталья, спасибо вам за комментарии, спасибо, что вы есть. Луиза Богданова пишет нам, быстро только тараканы плодятся, а сбор букетов и индивидуальный подход к упаковке это вообще искусство. Так что, дядя, идите мимо, а девочка, умничка, работает правильно. Приятно слышать, конечно, Луиза вас. Большой вам привет и хорошего настроения. Так, Юлия пишет нам, все исключительно замечательно. Очень хотелось бы видеть и саму сборку букета, чтобы без прерывания. Я понимаю, что говорить столько времени очень тяжело. Надеюсь, когда определитесь с фоном, все будет супер. Думаю, что вас смотрят не только профессионалы с критической стороны, но и начинающие, которым очень хочется видеть процесс весь и взять что-то на вооружение. Отличного настроения и настроя. Спасибо вам, Юлия. Очень рады вас снова видеть в комментариях. И хотим вам сказать, что это видео прямо специально для вас. Не прерываю его. И очень много информации, я надеюсь, вы здесь себе подчеркиваете. Спасибо еще раз. Хорошего вам вечерочка. Бетик Вопросова пишет нам, классный контент, смотрю с удовольствием. Класс. Спасибо большое, Бетик Вопросова. Без вопросов к вам. Так, что-то там я отвлекаюсь опять от комментариев, что-то тут Кисонька хочет нам еще показать интересненькое. Давайте посмотрим. Моя гирлянда. Ой-ой-ой-ой, что-то из желтого пакета достается какая-то магия. Желтопакетная магия. Вот, у меня все надо потом. Это все пойдет на... О, так ты тут украсила, слышишь, я не смотрел, пока читал комментарии. Я ищу просто тут всякие штуки, трибауки, овеси, леточки. Что там, что там? Яблочки. Всегда хотела попробовать, но не рискула. Так, я заметила, что ты не взяла еще... А, я же тебе сказала, не брать крашеное. Я думаю, что еще сюда было добавлено. Тут еще шишки какую-нибудь добавлено. То есть пакет мы просто так подняли, показали. Ничего оттуда не используем, да? Нет, не хочу. Возьму еще вот эту шишку. А снег будет? Да. Покажи, как ты тут с шишками работаешь, очень интересно. Шишкин рай какой-то у тебя здесь. Угу. Видишь, какого цвета эта кедровая шишка? Петровая, она прям цвет крафта. Да? Угу. Правда, козистая? Козистая кисонька, и тебе звонит поставщик, поэтому я прерываюсь на секундочку, господа. Что ж, продолжим, друзья. Угу. Так. Что скажешь, дорогая? Угу. Что скажешь? Доделываю. Доделываешь? Угу. Хорошо, что доделываешь. Я на самом деле выключал камеру и провел серьезный разговор. С кисонькой. Ха-ха-ха-ха. Но. Все равно. Ну, посмотри, посмотри, давай. Так оно пахнет. Так что, все или что? Я не могу понять. Нет, нет, нет. Я говорю, мне прям хочется ее домой по себе забрать. Да, кисонька, я вот думаю, будет кто-нибудь смотреть это видео вообще на уже 40 минут. Ага. Подожди, ты же не сказал, что ты вырежешь. Так а что я буду вырезать? Тут нечего вырезать. Ты все время делаешь. Просто я думал, ты будешь быстрее делать. Сказал бы мне, конечно, не знаю. Так а как вырезать, если мы постоянно болтаем? Ничего ты тоже не вырежешь. Даже вот это то, что сейчас было, я тоже не буду вырезать. Странно, ты говорил мне. Максимально трушный контент без этих. Тем более, там просили нас, чтобы вся упаковка была. Но это не букет, но тоже ничего. Все, я больше ничего добавлять не хочу. В смысле, ну я уже пошутил, можешь делать еще что-то. Нет, все, я снежочка добавлю, все, и годится. Какого снежочка? Нужен еще. Нужен еще. Нужен еще вот этого. А что за снежочек? Покажи. Сейчас. Искусственный? Да. Искусственный снег. Покашка, покашка, покашка. Сера, дай, пожалуйста, мне немножечко мискантуса. Это легко. Я знаю, что такое мискантус, потому что я за ним ездил на мискантусную базу. Пожалуйста. Мискантусная база, кстати, очень интересная была. Сейчас вспомню, как мы ездили на мискантусную базу. Как-то осенью, да? А чего мы в этом году не ездили, кстати? Мы просто так запаслись с тобой, потому что у него еще осталось. Да? Угу. Так, ну вот, я ее перегружать не буду. Можно еще, конечно, игрушками. Игрушки добавить. Но на данный момент мне этого не хочется делать. То есть, можно минимум игрушек, там, если я хотела. Так, давай я сейчас смотрю. Я просто покажу, как это смотрелось. Вообще классно это немного уровня. Раз. Два. Не вижу, правда, как это смотрится. Но хочется в одном месте где-то. Ну или вот так вот. Здесь, здесь. А снег? Будем добавлять. Кого? Снег? Не-не-не. Пока не будем добавлять. Игрушки? Угу. Друзья, как лучше, с игрушками или без? Если кто-то досмотрел до этого момента. Все, я сейчас немножечко отбрызну. Самые стойкие. Есть он среди наших подписчиков. Самые стойкие. Отзовитесь, если кто-то досмотрел до конца. Очень интересно. Свистните. Ну, в смысле, напишите в комментариях. Кстати, самый классный снег, но его сейчас тяжело найти. Пароль будет, кто досмотрел до конца, самый классный снег. Напишите слово самый классный снег, я тогда пойму. Безумно. И всегда вот хорошо с ним работать было, потому что сейчас очень много таких нехороших продаются эти баллончики. Они как-то тают. Ну, я не знаю, но этот безумно комфортный, безумно удобный. Все, видите, вам еще и лайфхак прилетел под концовочку. Так что пишите самый классный снег, кто досмотрел до конца. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И share-те это видео, как говорит Фейгин. Там в соцсетях у себя или где? Что делать? Шерти. Что такое шерти? Шерить видео в соцсетях. А, ты еще будешь бант? Ну, давай тогда уже кисонькой бант лупай. Нет, я хочу бечевочкой. А, бечевочкой? Она такая лупая, бечевая. То есть это еще не все, да? Ну, мне нравится. Пойдем на рекорд такой длинный. Такого длинного видео у нас еще не было на канале. Угу. Угу. А ну-ка. А ну-ка. Да. Ой-ой-ой-ой. Ну, в общем, ты бы сюда ничего не добавляла уже. Нет, не хочу. Упс, смотри. Класс. Нет- read a gitu. ultra natural. Все. Всем, пока. Всем пока. Спасибо. Ну в течениеtes.